Посев редиса в марте. Как посадить редис в открытом грунте? Условия для посева редиса в марте. Редис высаживают ранней весной, обработав и подготовив землю в теплице или в открытом грунте. В тепличных условиях редис высаживают на несколько дней раньше, так как крытая система может защитить от перепада температуры. Как посадить редис в открытом грунте? Обработать землю перед посадкой кипятком. Заглубить семена редиса на 2,5 см. Расстояние между посадками под 5 см. Присыпать сверху торфом. Для посадки в тепличных условиях используйте технику раскладки на снег. Перенести с участка снег и разложить 3 см слоя на грядке. Поверх хаотично разбросать семена редиса. Установить долг полного таяния снега. С поступлением влаги семена редиса активно развиваются. Условия для посева редиса в марте. Для теплицы температура воздуха в дневное время должна закрепиться на отметках 15-17 градусов, а в ночной они ниже плюс 8 градусов. Для открытого грунта температура воздуха на пару градусов выше. Как сеет редис? Обычно посадка проводится ранней весной, причем в теплицу на несколько недель. Как мы определили, раньше сроки варьируются от особенностей сорта. Корнеплоды рано сходят и не боятся периодических заморозков, но сеять в период, пока весна еще не разгулялась и земля время от времени перемерзает, нецелесообразно. Сроки посадки. В конце марта в открытый грунт для центральных и северных регионов 10 апреля. Теплицу высадить в середине марта или в начале апреля, проветривать с приходом тепла. Подготовка семян для посадки. Повышение объемов сходов. Обработка семян, как показала практика, увеличивает количество сходов и улучшает формирование корнеплодов. Редис можно и просто замочить теплой воде на несколько дней, но если интересует комплексная обработка, читайте обработка семян перед посевом на рассаду на сайте ЧНХ.Инфо. Периодически воду сливают, затем добавляют свежую, после чего высаживают грунт или проращивают туалетной бумаги в тепле. В случае посева в теплицу насыщение происходит за счет таяния воды, но не потерять семена поможет домашний клейстер, туалетная бумага и мука. Семена обматывают клейстер и затем раскладывают и не тревожат сходы. Поздний посев редиса. Высаживать корнеплод можно в конце весны и летом, выбрав семена позднего созревания. Высадка летом предполагает хорошо подготовленный участок, использование поздних сортов и обработка от болезней жаркого периода. Что добавить в почвенную смесь? 1 столовую ложку серно-кислого калия, 1 столовую ложку суперфосфата, 1 чайную ложку мочевины, 2 кг перегноя из расчета на метр квадратный. Добавленные ингредиенты в грунт равномерно распределяют по поверхности, а затем вкапывают вместе с половиной стакана древесной золы, формируют посадочные ряды и лунки. Поздние ряды сдают достаточно крупные плоды до 300 грамм, но и формироваться они будут дольше, если постоянно не подкармливать. Вода может застаиваться, а грунт взбиваться, поэтому не ленитесь перекапывать грядку на пару сантиметров после каждой подкормки или полива. Пишите в комментариях о вашем опыте посева редиса в марте. Какой метод посадки вам пришелся по душе? Хотели бы узнать подробно о подзимнем способе посадки редиса? Тогда маякуйте нам в комментариях. Обязательно поставьте лайки и подпишитесь на канал Трюнейчинфа. Субтитры сделал DimaTorzok